А много ягод нынче? Много ягод нынче много. А как считаете, почему? Ну, наверное, погода хорошая, жарко, ягода же тепло любит. А кто-то считает, что обилие ягоды нынче как раз вопреки жаре. Но выбор у горожан большой. В лесах сейчас много клубники. Эта женщина собирала ее сама в районе села Зудилово. Продает недорого. Небольшой пластиковый стаканчик 100 рублей, ведерко 200. Низкая пенсия вынуждает торговать. Порой на жаре приходится находиться часами, чтобы подзаработать на дарах природы. На рынке социальные ряды битком. И ягода здесь на любой вкус. И лесная, и огородная. У меня смородина дома, красная, черная. Все, и жимолос есть. Просто она у меня еще не поспела. Малина только поспевает. Большой пластиковый стаканчик лесной земляники обойдется в 250 рублей. Красную смородину можно купить за 80. Крышовник стоит 100 рублей. Малина, как нам сказали, только пошла. Поэтому за трехлитровое ведерко просят 700. А вот 3 литра лесной клубники дешевле от 500 до 600 рублей. Конечно, дорог о чем там говорить. Ну, нынче плохо народ берет. А почему? Денег нет у людей. Потому что сейчас в школе детей готовят. И все же горожане активно интересуются. Причем и грибами. Пока на рыночках и рынках исключительно белые. Цена за килограмм царя грибов составляет от 400 до 450 рублей. Люди говорят, дороговато. На сколько грибы подорожали? Ну, раньше они были. Ну, по 200-250 в том году я брал. А сейчас видите, да сколько дороже. Когда наши пойдут уже местные здесь, озерки там, ларичьих, тогда они будут дешевле. Цена всегда дороже идет. Потом уже снижается. Когда у нас вот цена на грибы должна снизиться? В конце июля, я думаю, снизится. В общем, погода нынче благоволит. Ягод и грибов предостаточно. Цена на ягоды с прошлого года практически не изменилась. Грибы пока не каждому по карману. Но выбрасывать продавцам ничего не приходится. Говорят, к вечеру полки пусты. Кстати, в это время 100 рублей с ведерка покупателям точно скинут. Татьяна Голубева, Андрей Печеркин. День с толком. День с толком.